Одиночество в небе уже трое суток. Одесская кошка без особого восторга живет на дереве, откуда самостоятельно слезть не может. Судьбой животного заинтересовались не только местные жители, но и волонтеры. Наша съемочная группа также принимала участие в спасательной операции. Уже трое суток одесская кошка вынуждена балансировать на ветках этого дерева. Слезть оттуда не может. Неравнодушные одесситы не могли оставить это без внимания и решили принять меры. Но куда бы они ни обращались, все безуспешно. МЧС нам отказали, сказали, что у них нет оборудования, они физически не могут помочь. Энерго, вот сбыт обращались тоже, там нам даже нахамили. В пожарку тоже отказываются. И хочется даже, я говорю, господи, взять на себя такой грех, обмануть их, сказать, что вот пожар случился, чтобы спасти животное. Мы звонили в Горэлектро. Потом мы звонили, отказали нам. Ой, куда же мы еще звонили? В Горэлектро. В пожарную звонили. Тоже отказали. В общем, я не знаю. Нам никто не может помочь. В службе спасения животных также ответили, что снимать кошку с дерева не их компетенция. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому одесситы решили на этом не останавливаться. На помощь пришли бравые волонтеры с Одесского форума, которые вызвали частную автовышку. Приехала машина. Девочек у наших есть транспорт. Мы приехали. Захватили с собой сачок. Пытались своими силами справиться, но ничего пока не получается на данный момент. Сейчас будем пытаться что-то делать. Высота частной автовышки составляет 17 метров. Но и этого оказалось недостаточно. Не помогло и чудо-приспособление из сачка и швабры, которым волонтеры отчаянно пытались снять кошку с дерева. Безуспешно. Скажите, пожалуйста, а почему не получилось достать кошку? Не хватило каких-то метров, и у кошки шок. Она очень испугалась. Даже валерьянка не помогла ей. Ну а пока испуганное животное так и остается на дереве, притягивая взгляды прохожих. Хотя одесситы в очередной раз доказали, что не оставят ближнего в беде, завтра они тоже останавливаться не собираются. Уже продумывают новые изобретения. Евгения Лысин, Наталья Сухова, Дмитрий Бондаренко, телекомпания АТВ. И вот только нам сообщили, что кошка все-таки вернулась с ним на землю, благодаря прибывшим участникам животное с виду счастливо. Только теперь остается загадкой, может, у нее там были свои дела.